Сегодня мы узнаем, насколько классно строят в Канаде, или это все-таки миф, и об этом нам расскажет наш подписчик, который любезно согласился нам об этом рассказать. Наш подписчик Ан Артем живет в Канаде, прошел полностью от строительства своего загородного дома, причем каркасного загородного дома и очень большого. Весь процесс он отфотографировал, мы потом покажем кое-какие фотографии. И сейчас мы ему зададим несколько каерзных вопросов, посмотрим, что такое строительство в Канаде. Приветствую. Итак, Артем, да, расскажи, а какой дом у тебя вообще в принципе построен? То есть там стандартная маленькая советская хибара дачная, там сломанной крышей 6х6, или какой-то серьезный дом? Дом относительно крупный, два этажа, получается у тебя 150-150, ну второй этаж минус пятно под лестницу, ну я условно. Плюс тут все размеры в фитах, поэтому их сложно прям точно конвертировать, да, плюс цоколь на 100 примерно там 40. То есть у тебя полностью цокольный этаж, примерно 2,5 метра, да, у тебя цокольный этаж полноценный, у тебя участок на склоне около озера находится. Да. И два этажа по 150 метров, соответственно сам дом весь каркасный. Да, соответственно история в том, что так как склон уходит в сторону озера, застройщик предложил такой вариант, когда со стороны склона у нас получается 3 этажа с учетом цоколя, со стороны улицы 2. А, и еще по-моему у тебя гараж отдельно присутствует, да, он не входит в площадь дома. Да. То есть у тебя каркасный дом, какой толщины утепления стены? Да, значит по каркасу, оказывается в России наружную отделку камнями и кирпичами не делают вообще. Больше редко, ну каркасный, каменный обкладывают, а каркасный это нет. Соответственно, а здесь это как бы в большинстве случаев норма. То есть каркасники, все каркасники обкладывают каким-то камнем, кирпичами, чем-то. Практически все, да, то есть если ты совсем уже, ну совсем без бюджета, тогда это будет сайдинг. Опять же до сайдинга мы не дошли никогда, может быть какие-то там следующие проекты будет в сайдинге, но в целом без понятия какой сайдинг. У нас буквально там может 3-4 дома на весь городок сайдинга и практически все каменные. А скажи, а почему именно каркасные, а там каменные дома из газобетона, из кирпича не строят или бревенчатые? Вообще не строят. Нет такого вообще как явления. То есть 99.9% домов, они все каркасники, все с каменной отделкой. У меня нет точных данных на эту тему, но я думаю, что я бы, наверное, просто горе хапнул, если бы я попытался пойти по какому-то индивидуальному проекту. Потому что именно с точки зрения, если бы я захотел какой-нибудь сруб или какой-то газобетон, потому что я бы и застройщика не нашел. И так тут все строят. А скажи, а как ты строительную компанию выбрал? У тебя же строительная компания строила не шабашники какие-то местные, там, мексиканцы. А сарафанное радио, соответственно, у нас знакомые построили дом. Мы к ним приехали, посмотрели. Мы, опять же, мы искали вообще готовый, но после того, как посмотрели их дом, увидели, насколько все хорошо. Причем замес как раз в том, что ребята, вот эти знакомые, они сами строители, они сами занимаются постройкой домов. И мы когда удивили, ну, то есть, когда они нам сказали, что они построили дом, я был под впечатлением, что они сами себе построили. И когда приехал с супругой к ним, они говорят, а мы ребят заказали, потому что они прям красавцы. Вот вы договор подписывали. Какая-то смета была или просто какое-то техописание дома и понеслось там? Отделка такая, доски такие? Не-не-не, конечно, да. То есть, есть техописание дома. Оно вот, я вот даже вот распечатал себе, оно занимает там, да, вот, 4 страницы. Да, там перечисляются, соответственно, в основном материалы, из которых он строится. Потому что, ну, сам дом-то уже нарисованный. То есть, мы обсудили материалы, экстерьер, интерьер, в стадии готовности, там, при домовой территории. Такие моменты и все. То есть, вот прям отдельные сметы, где написано, что вот таких глазей столько, таких саморезов столько, вот доски надо столько, такого не было. Вот у нас тут любят сметы, прям, все запрашивают. Тут же немножко, тут же, да, тут же немножко другая история. Я еще раз повторюсь, я тебе рассказывал, да, но я еще раз повторюсь просто на видео. Кредит под землю не дают. Соответственно, чтобы взять кредит, у тебя должна быть земля, и у тебя должен быть полностью готовый комплект дома. То есть, условно, назовем это определенный комплект документов, с которым ты идешь в банк, и тебе вот конкретно под вот этот проект, вот под этот участок выделяются деньги. Проект готовит подрядчик, ты идешь, ну, то есть, подрядчик тебе готовит комплект документов, ты идешь в банк, добавляешь документы на тему того, что ты финансово можешь все это обеспечивать, и банк выделяет тебе конкретную сумму вот под конкретный проект. То есть, как только у тебя на руках есть одобрение от банка, ты это одобрение обратно относишь застройщику, и застройщик начинает строить, исходя вот из строго определенного бюджета. Так, о деньгах давай чуть попозже задам вопрос, а сейчас поговорим о каких сложностях в процессе строительства возникли. Ты заключил договор, пришло время строительства. Как дальше происходил процесс? Прям вот, приехали, поставили какой-то сразу домокомплект готовый? Как ты принимал работы? К сожалению, да, тут все сложности, которые были, ну, к сожалению, для меня, они были вызваны как раз нашими идеями, потому что по факту, в целом, как должна быть идея, да, что застройщик, он во время строительства выполняет определенные этапы строительства, и каждый этап должен принять контролирующий человек из местного муниципалитета. То есть, я точно, сейчас на память не помню все этапы, но я условно, то есть заливка фундамента, потом каркас и там, и так далее. Соответственно, этот товарищ из муниципалитета, он заранее резервируется, и, грубо говоря, у застройщиков все этапы, они расписаны плюс-минус, там, день в день, заранее, и он ни в коем образом не может их задерживать. То есть, тут прям такая, как бы, машина вообще-то на своем. То есть, сначала там, в определенный день приезжают люди, заливают фундамент, там, на следующий день приезжает инспектор, инспектирует. Я условно на следующий день говорю, понятно, что там другая, как бы, хронология. Приезжает бригада, соответственно, ставит каркас, приезжает бригада, что-то там после каркаса было, делает крышу, изоляцию, потом приезжает электрики. Ну, то есть, по факту, то есть, приезжают как бы люди в определенный день, в определенное время делают свою часть работы и сваливают. И, да, то есть, в целом, получается, что по срокам они прям работали очень красиво. Единственная причина всех задержек, это были мы, которые там меняли проект уже по ходу дела. Опять же, я не знаю, как это в России делается, но здесь, то есть, он прям заказывает к определенной дате, то есть, в определенную дату приезжает, грубо говоря, грузовик, выгружает то, что вот данную секунду будут делать, он уезжает, они прям это сразу устанавливают. Ну, и, соответственно, когда ты увеличиваешь там балкон, или, ну, то есть, а под балкон там нужно... Все, пятое, десятое, или когда ты там меняешь что-то в проекте, то есть, конечно, а ему нельзя, самое-то главное, ему нельзя сроки сдвигать, потому что у него инспектор приходит во вторник, условно, и, как бы, если ты ко вторнику какую-то, какую-то фазу не сделаешь, то... Прям расстрел, минус лицензия. То есть, у тебя, у тебя получается, как снежный ком, у тебя встает вся стройка там на несколько дней, пока ты не сможешь инспектора вызвать еще раз. Раз она встает, то та бригада, которая там приходит следующая, она не может прийти на объект, а у нее в этой бригаде там следующая стройка, ну, то есть, и там такая история. Круто. А скажи, а вот этот инспектор государственный, он за деньги приходит, или это какая-то бесплатная и такая навязанная государством услуга? Что это такое? Я думаю, что, скорее всего, ну, она, конечно, она бесплатная, она навязанная государством, однозначно тут вообще надо сказать, что здесь абсолютная бюрократия, ну, в стране в целом, но бюрократия, она в таком хорошем смысле слова, потому что она как бы есть, ее тут полно, то есть, тут никуда ни влево, ни вправо без государства не чихнешь, но при этом она все работает, то есть, люди, которые работают на государство, они понимают, что они делают, у них есть четкое понимание того, что они, по факту, живут на мои налоги, поэтому они прям не тормозят процессы, они делают все для того, чтобы этот процесс работал. Поэтому она бюрократия, но она прям хорошая бюрократия. А были какие-то ситуации, что приехал инспектор, сказал, у-у-у, отстой, переделать, снести там, ну, или там, не принимаю какие-то работы? Да, то есть, не по стройке, а по... Я не приезжал, скажем так, на все виды инспектора. У нас в контракте вообще указано, что мы можем посетить стройку в течение трех раз, не больше. О, нормально, надо нам внести это в практику. Опять же, да, это связанная история, тут надо немножко в сторону идти, с тем, что в силу той же бюрократии каждый человек, который заступает на объект, он должен быть застрахован. Застрахован от всяких падений кирпича, подскальзываний и прочей-прочей истории, потому что любое падение, там сразу суд и там миллионы долларов пожизненной компенсации. Поэтому здесь все складывается в то, что и бригады, которые здесь работают, и люди, которые посещают объекты, они должны быть застрахованы. Слушай, на самом деле, вот ты рассказываешь, это, конечно, с одной стороны дикость, а с другой стороны это круто. То есть, это реально все зарегулировано, ты спокойно заплатил деньги, и у тебя вообще башка не парится, за тебя там инспектор кому надо пинка ввалит, рабочие сделают как надо, все в срок, все четко. А скажи, а сколько по времени весь цикл строительства занимал? То есть, вот ты подписал договор, через сколько приехали первые строители, и сколько всего процесс строительства занимал времени? Прямо с отделкой, со всей инженеркой? Год, условно. Год. Наверное, чуть меньше. Но опять же, зимой ничего не делалось. То есть, они до зимы залили фундамент, залили фундамент, поставили под крышу, снаружи обширили ОСБ, зимой там практически никаких движений не было, и, соответственно, как только стало тепло, опять продолжили. А чем дом отапливается? То есть, вот дом большой, чем вы его отапливаете? Не дровами же? Газом. И система тоже абсолютно непонятная советскому человеку. То есть, у тебя отопление, кондиционер и рекуперация, все завязано в такой единый модуль. От этого модуля идут воздуховоды в каждую комнату, включая ванны, туалеты и всякие многочисленные кладовки. Вся эта история стоит единым модулем в Соколе, рекуперация. Как центральный модуль у тебя стоит, у меня, отопление. Рядом к нему заходят провода от Кандея. Соответственно, там такой довольно внушительный блок управления всей этой историей, который завязан на термостат в доме. То есть, в доме с телефона мы пытались сделать умный дом. Устанавливаешь температуру, и по факту больше ты ни о чем не думаешь. Я даже не знаю, в какой момент времени. Ну, понятно, знаешь, когда просто жарко-холодно, но в целом ты даже не знаешь, если это сейчас кондиционер работает или отопление, просто потому что там выставляешь 22 градуса, и они 22 градуса держатся. Слушай, а горячая вода откуда берется? Тоже этот чемодан нагревает? Или отдельно? Да, да. Все он делает? Да, та же история. А, нет, 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 нет. Ну, рядом с ним, опять же, стоит здоровая история такая. Бойлер, как он называется? Бойлер, правильно? Да, у нас бойлер обычно. Водонагреватель. Да, он стоит, по-моему, на 150 галлонов. Галлонов – это 4 литра. Нехило. А скажи, у тебя окна такие же, как в американских фильмах, эти гильотинки вверх-вниз поднимаются? Или в Канаде там по-другому? Нет, нет, нет. Я, кстати, я думаю, что это какая-то очень старая история, потому что этих гильотинок уже нет. Обычно тогда уже нет. Обычные распаженные. Я думаю, что это пережиток каких-то там фильмов из 90-х. Ни у кого не видел гильотинок вообще. Слушай, а потом дом, вот когда построили, его как-то проверяли еще там тепловизором, аэродверью, что-нибудь такое было? Или достаточно того, что инспектор все этапы подписал, все этого всем достаточно? Если проверяли, то без меня. Я не знаю. Ну, то есть, при мне никто с тепловизором не ходил, кроме меня самого. А такой кэрзный вопрос. Ну и что? Ну, ты там высказал свое пожелание, заказчик там кое-как согласился, и время начали тянуть. Ты как-то это ощущаешь с точки зрения финансовой нагрузки, или на тебя там просто ходят косо смотрят, этот чертов заказчик задолбал там? Конечно, во-первых, ну, то есть, это как раз основная история в нашем случае, потому что у нас есть проект, есть сумма под проект, и, соответственно, застройщик получил финансирование от банка, исходя вот из этого бюджета. И после этого мы говорим, слушай, а мы хотим балкон... Тебе раз нолик пририсовали, да, к сумме? Да. И, а с банком все согласовано, все, то есть, никто историю с финансированием дальше рассматривать не будет. И как раз в моем случае, если бы мы сейчас заново строили дом, я бы однозначно заранее все сделал. Почему? Потому что ты можешь по факту все вот эти свои хотелки запихать в тело кредита и не думать ни о чем. В нашем же случае, то есть, у нас определенный бюджет от банка, и все хотелки пришлось оплачивать уже потом живыми деньгами, потому что, ну, то есть, застройщик не будет своих денег вкладывать, скажем, никуда. То есть, хотите балкон, мы посчитали, сколько нужно дерево, мы посчитали, сколько там человек часов работы, и он говорит, вот столько сразу живыми деньгами нужно. Мы такие, окей. Получается, что мы по факту из бюджета, вы вышли на практически там 160-170 тысяч, и эти 160-170 тысяч, это, ну, живые деньги, которые пришлось вложить. Хотя, то есть, однозначно сейчас, ну, их нет смысла тратить, когда можно их просто бить в тело кредита, и об этом не думать. А ты сейчас сидишь в коробке из-под телевизора, смотришь эти ролики о том, как построить свой дом. Может, хватит мечтать? Обращайся уже в нашу строительную компанию, и мы тебе построим классный дом твоей мечты. Все подробности по ссылке в описании. По итогу, то тебе нравится то, что тебе построили, тебе сам дом нравится, доставляет удовольствие. Обалденно. Ну, то есть, вообще, в целом, я не знаю, если мы с тобой не затронули историю именно самого сэндвича стены. Это я отдельно расскажу. Да, то есть, я очень скептически ко всем относился, но учитывая, что у меня нет особых вариантов, так тут строят, потому что понятно, что советский мозг требует какого-то прям монолитного сооружения на все века, да? Ну да. Чтобы вообще не платить ни за что потом. Да, при всем моем скептицизме все прям замечательно. Пока, фу-фу-фу, не нарадуюсь. Жена в восторге. Скажи, самое интересное, скажи, сколько домик этот маленький стоил? Проект 1,5 миллиона, и, соответственно, мы вышли из бюджета еще на 160 тысяч примерно. То есть, а больше, чем... То есть, сюда входит дом, благоустройство дворовой территории, но подъезд к дому у меня гравиум засыпан. Это получается 1,6 миллиона канадских долларов, да? То есть, не американских. 1,65, да. 1,65, да. 1,65. Нехило для каркасника. В нашем понимании, каркасник не имеет права столько стоить. Ни при каких обстоятельствах. Это он должен сам ходить еще куда надо. Я думаю, что, конечно, здесь складывается и общая стоимость человека часов, скорее всего. То есть, стоимость работы самой бригады, наверное, совершенно другая. Но, опять же, я не в курсе по деньгам именно сколько стоит там, условно, работы. Да, вот жалко, сметы нет. Такой вопрос. А сколько ты уже живешь? Год целый, да? Эксплуатируешь свой дом? Ничего, нигде? Ну, года еще нет, но, как бы, вот, это первая зима. Мы въехали, соответственно, это был, условно, сентябрь. Вот зима заканчивается. И нигде ничего не вздулось, полы не вздулись, обои не отклеились, кирпич не отвалился на голову. Пока нет. Значит, из косяков, из косяков, что мы нашли. Соответственно, ну, их нет. Если случается какой-то косяк, что происходит в этот момент? Ты такой прямо. Сейчас будет жопа, да? Звонишь строителю, и он там начинает в панике подпрыгивать. То есть, дом попадает под семилетнюю гарантию так называемого Триона. Трион – это государственная организация, которая гарантирует того, что, ну, гарантирует, что состройщик не сольется куда-то, никуда-то не убежит, и там завтра ты не будешь один на один своим проблемам. То есть, это такой, условно, посредник между тобой и строительной организацией. Соответственно, строительные организации, они платят взносы в этот Трион, и чем меньше у них страховых вот этих историй, тем эти взносы меньше. Я не знаю, про сумму не скажу, но судя по тому, что происходит на рынке, то есть, застройщики дико боятся всех этих обращений в Трион. То есть, и мы, когда и ключи принимали, и он сказал, что любые вопросы, звони мне напрямую, в Трион не обращайся, я плечу все, ну, прям, исправлю мгновенно. Поэтому у меня не было возможности еще обратиться в Трион, и, надеюсь, не будет. Круто. Это очень круто. То есть, общая концепция, я не знаю, может, мне так повезло, но получается, что застройщики на рынке, в основном те, кто первое, на что смотрят, это историю твоих страховых взносов в Трион. То есть, если у тебя в Трион подтвержденное отношение с Трионом 10 лет, это значит, что по факту ты 10 лет строишь без косяков. А есть такие строительные компании или частников, можно так нанять, у которых нет ни страховки вот этой в Трионе, или вообще у которых там какой-то рейтинг? В теории, наверное, можно. Возможно, есть какие-то там, да, варианты. То есть, если уехать куда-то вообще в глушь, и там, наверное, можно что-то делать, что угодно. Но вот на моем уровне понимания в той зоне, где я живу, такое невозможно. То есть, нет всяких частных бригад, шабашников, алкоголиков, тунеядцев, которые пришли. А если сейчас построят или быстро... Нет, ну, в теории, опять же, если так рассуждать, в теории ничего не мешает застройщику пригласить такую бригаду, потому что тут нет представителя страховой, скажем, на объекте. То есть, ничего не мешает мне взять и как бы пригласить людей, и пусть они там хоть вообще друг друга поубивают. То есть, в теории, ну, в теории, я думаю, что если прям захотеть, очень сильно заморочиться, такое организовать можно, но в целом, как бы, если мы говорим про канадцев, ну, то есть, канадских застройщиков, канадцев, потому что, в целом, как нация, они дико законопослушные, прям, даже чересчур, с моей точки зрения, такого нет, не будет. Странно, что в Канаде, говорят, русских много, еще все законопослушные, вообще чудеса какие-то. русских, да, конечно, русских, не связывайся, союзы, союзы, очень много людей. Артем, какой совет может дать всем, кто хочет построить себе такой настоящий полноценный загородный дом? как человек, который прошел через год страданий в ожидании своего дома, что бы ты посоветовал? Ну, планировать, мне кажется, ну, подойдите к планированию более, так сказать, вдумчиво, не так, как мы. То есть, сядьте, потратите время на то, чтобы понять, именно, что нужно. Будут приезжать гости, не будут приезжать гости, там, комната для тещи нужна, не нужна. Ну, то есть, по моему опыту, опять же, весь геморрой, который мы хапнули, он был связан только с тем, что мы меняли проект на стадии, то есть, неоднократно меняли проект на стадии уже стройки. С тем, что не продумали заранее. Да, то есть, мы продумали, как нам тогда казалось, но потом, как бы, проснувшись в одном, ты думаешь, нет, я хочу по-другому. То есть, по факту, если бы, вот, у нас не было изменений в проекты, и как бы, все делает один застройщик от А до Я, если ничего не менять, красота и покой. опять же, если ты доверяешь застройщику, то есть, если у тебя застройщик тот, чтобы ты мог спать спокойно, то вообще красота. Я тоже так говорил всегда, если ты не доверяешь, не лезь ты в стройку с этим строителем, это больше проблем будет. Вот именно, что нужно доверять все-таки. А кому доверять, надо выбрать. да. То есть, шаг один, выбрать застройщику, которому доверяешь, и как бы, не знаю, можно материться, не бежать. И шаг два, возможности не менять проект. Но опять же, наверное, в контексте России это не так критично, потому что там, наверное, другие как бы, у нас тут полная анархия по сравнению с тем, что ты рассказал. Вообще просто, беспредел полнейший. Кто хочешь, чего хочешь, может делать, из чего хочешь и как хочешь. И проект вообще не нужен формально для частного дома. Можешь прям с листочкой офигачить. Ну опять же, тут есть перегибы, с этой историей. То есть, например, если я захочу построить сейчас, условно, баню, казалось бы, с этой территории, та же история. То есть, я не могу построить баню, пока тот же товарищ инспектор не одобрит проект, не скажет, что эта баня безопасна, материалы безопасны в контексте всех соседей. Эта баня, в контексте, опять же, всех соседей, никому не угрожает. Ну то есть, например, то есть, у меня были, были, были случаи, как пример, понять, почему запретили только раз баня, потому что баня стояла на границе участка, не в моем случае, у ребят знакомых, и скат крыши заступал на участок соседей, потому что тут заборов ни у кого нет, фактически. Получается, что когда идет дождь, у тебя дождь будет скатываться на участок соседей. Понятно. В качестве итога можно сказать, что на самом деле, сами по себе, каркасные дома, каркасные технологии, вообще, сам по себе конструктив особо сильно ничем не отличается. И в нашей стране так же строят, и в Канаде так же строят. Я даже больше скажу. Наш свод правил на каркасные дома, это практически полная копия североамериканского стандарта. Но главная разница в том, как происходит контроль качества этого строительства. Вот как нам рассказал Артем, там очень все жестко зарегулировано, вплоть до того, что все рабочие застрахованы, и даже дата страховки, она прописана заранее на каждого рабочего отдельно. И вот такой подход, да, он сильно усложняет нам, строителям, жизнь. Но, как итог мы имеем, что любые дома в Канаде продаются в ипотеку вот так вот, без вопросов, и не надо проводить предварительную экспертизу перед строительством. Приходя практически в любой дом, ты понимаешь, что ты купишь в итоге дом, а не подделку, не какую-то там имитацию строительства, а реально ты купишь дом. В нашей стране дом можно построить самому, по сути, практически за еду, только купить стройматериалы. Причем можно найти самые вообще дешманские материалы, и можно даже у соседа, чтобы взять в долг, это прибить в качестве стены. Но, если вы хотите построить качественный дом, долговечный, чтобы каждый этап у него контролировался, вам просто необходимо нанять нормальную, современную строительную компанию, которая соблюдает нормы, и у которой большой штат, соответственно, и проектировщиков, и инженеров, и есть отдел контроля качества. И вот работа всей организации, как единого организма, позволит вам получить качественный загородный дом, а не просто там что-то попало из говна и палок. А чтобы это сделать, подписывайтесь на наш канал, здесь будет еще много секретов о строительстве. А с вами был Филипп и канал строительной компании SkyHome. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!